Привет друзья, жарко сегодня, наконец-то хорошая погода началась. В прошлые выходные как-то мне не удалось ничего заснять. Как я уже говорила, в общем-то приезжали соседи с гостями и они у нас шумные, я уже тоже рассказывала про них. Они бывшие деревенские, короче они родились в деревне и у них мат это родной язык, поэтому снимать было невозможно. Ну и плюс практически весь день музыка, вот это тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц целый день на полную громкость и в общем-то снимать было не очень удобно. Поэтому я в прошлый раз ничего не снимала, вот и сегодня такой маленький отчётик минут на шесть о том, что было сделано в прошлые выходные. И потом уже не очень, надеюсь, большое видео получится, ну может быть минут на десять, я уже подробней расскажу, что планируется на лето, какие планы на лето, то есть поэтапно, что я хочу сделать на даче, что изменить и что в принципе нужно успеть за два месяца сделать. Вот, так что поехали! Так, тут вот как идёте, получается дорожка. И вот я сделала четыре клумбы, но засадила пока три. Эту я сделала ещё недели три назад, по-моему показывала вам. И вот этот самый лаванду тоже пересадила в тот же период. А в прошлые выходные пересадила аквилегию, она же водосбор. Ну, частично, то есть были выкопаны нескольких кустиков, поэтому, чтобы они не засохли, надо было их срочно пересадить. Вот, естественно, сюда я ещё буду досыпать и пересажу ещё другие водосборы, чтобы был такой пышный куст, чтобы у нас все синие сидели в одном месте. Вот, а в эту кучку, я думаю, посадить все розовые водосборы, чтобы они были отдельно. Потому что у нас сейчас всё вперемешку. Вот, так что это вот в прошлый раз было. Так, друзья, вот тут практически все прошлые выходные я занималась вот этими тремя грядками. Вот, и наконец-то тут высадила все свои перцы и помидоры. За будни они немножко подросли и посмотрим, что из этого вообще выйдет. Наблюдает за птичками. Хитрая жопка, рыжая. Алиска! Так, ещё вот в прошлый раз я посадила... Кустик нам дали... Господи, этот жасмин, по-моему, махровый, что ли, прижился вроде бы, я вижу. Там новые листики появились. А вот тут вот, если разглядите, я вот не вижу на экране, мне солнце светит. Короче, я натыкала палочки. Нам дали для, ну как, размножения черенки. Но, мне кажется, из них ничего не выйдет. В общем, не люблю я вот, когда дают черенки. Если уж ты хочешь чем-то поделиться, дай молодой отросток. Как бы, ну не жадничай, если у тебя размножение идёт. В общем, вот это очевидно, что засохла палка. Те не знаю, как получится. Если приживутся, то они переедут уже на новое место. И про новое место я расскажу во второй части видео. Так, товарищи. Вот ещё в прошлый раз сделала вот эту маленькую грядочку. Я как бы давно её уже тут планировала. Ещё в прошлом году. И с того края начинала делать. Пересадила уже в том году флокс. И вот в прошлые выходные, да, делала. Вот чёс такой, такая она угловатая. Тут у меня, значит, это флокс. Это я пересадила, а нет, это рассада этой самой аквилегии водосбор голубого цвета. Это я пересадила бруннеру. Белую, по-моему. В общем, у неё должны быть декоративные листики. Такие зелёные с беленьким. Вот. Тут с краю, честно говоря, не помню. А здесь у меня была рассада. Короче, не помню. Здесь у меня была рассада какая-то табака, ещё какие-то несколько кустиков. Ну, видите, они что-то не очень выжили. И ещё здесь медведка проходила. Ну, видите, вот эти трещины в земле, короче, она половину мне сожрала. Вот. Так что... В этом, в общем, я не помню, что. Поэтому посмотрим в течение лета, что из-за того выйдет. И вот мама тут посадила Анютины глазки. Вот так лучше видно. Хи-хи. Вот они. Тоже рассады. И это вот всё, что было сделано в прошлый раз. То есть в прошлый раз я в основном занималась подготовкой грядок под помидоры и перцы. И фактически, да, на это ушло два дня. Там очень тяжёлая земля, тяжело копается. Вот. Вчера вот... Хотите показать вам, смотрите, куст. Половина. Половину я обрезала. Там удалила старые веточки какие-то, старые соцветия. А здесь не удалила. Такой... Здесь ухоженный красивый, а здесь некрасивый. ещё надо доделать. Всё цветёт. И птички поют. Так прикольно. Так. Ещё забыла кусочек показать. Стоят у меня цветы. Надо будет их посадить. Я уже несколько дней оттягиваю этот момент. Ой. Здесь у меня это незабудки такие крупные. Это размокают эти самые георгины. Это мне дала соседка. Остатки у неё, по-моему, декоративный табак. Эти два нам дали. Я не помню, как называется. А про этот я рассказывала вам в одном из видео. Я вам говорила, что цветок цвёл один раз с синими цветочками. Вот он у меня сидит в горшке уже, не знаю, лет восемь, наверное. И с тех пор ни разу не цвёл. Так что сейчас буду думать, куда это пересадить. Вот ещё вчера вот выкапывала здесь вот эти вот белые колокольчики, которые у меня вот здесь всё заполонили под лопчаткой. Вот они там ещё виднеются. Вот их тоже сейчас буду пересаживать. Так что... Итак, друзья, надеюсь, у меня будет слышно. Какие планы на лето? Самый такой основной и самый главный план – это реконструировать дорожку. Значит, она за уже три или четыре зимы прошла с тех пор, как я её делала. Она немножко разъехалась, выперла трава, насеялась. То есть мне нужно её разобрать, заново уложить и класть буду на цемент. То есть первоначально я клала на такую специальную смесь сухую, вот. А сейчас буду на цемент класть. И, в общем-то, ну, думаю, что буду снимать тоже, потому что интересно это всё. Эксперимент такой. Вот. И, соответственно, значит, вот эту часть и вот эту часть нужно реконструировать. То есть поднять её и всё переложить. Вот. Значит, это из того, что касательно дорожки. И вот доделать её до конца. То есть эту часть реконструировать и новую часть уложить до угла, где вот растёт оконит. Вот до этого угла доделать кусок дорожки. Это такая самая глобальная задача, которая вот на это лето установлена как основное правило. Дальше. Дальше. Дальше в процессе пересадить хосты. Вот если видите, вот эта вот голубая, на солнце она уже начинает терять свой цвет. Поэтому здесь у меня три куста. Три куста нужно пересадить. Голубую обязательно в тень. Может быть, даже вот эти вот я рассажу в другое место куда-то, а голубую обязательно в тень. Значит, здесь у меня хосты переедут. Шины я планирую разобрать. Возможно, что пока что как бы постараюсь временно шины перенести в другое место, чтобы не пересаживать. Не знаю, в общем, как получится, но, короче, шины отсюда уберутся. Травки декоративные пересадятся. Здесь будет коситься газон. То есть здесь будет как бы пешеходная зона. Пенек тоже срежу. Сначала не хотела, но потом решила, что срежу с этой стороны. Значит, там у меня виднеется бордовая брунера. Она переедет на ту новую угловую грядочку. Значит, вот эта вот красная стильба и желтая стильба, они тоже будут пересажены. Пока точно сказать не могу, но я их отсюда уберу, потому что мне нужно избавиться от этих елок. Плюс здесь вот этот слива, отросток вылез, его нужно убрать. Эти елки тоже будут убираться. Они будут убираться, можно сказать, первыми. Вон Алиска пришла посмотреть, что я тут делаю. В общем, они будут убираться первыми в начале, в середине июля. Потому что мы поедем на кладбище к бабушке, будет годовщина. И мы хотим там эти елки посадить. Ну, это мама хочет, потому что они вообще неприхотливые, и от них потом не избавишься. Вот, поэтому, значит, вот это вот. А елки отсюда вообще уберутся, и здесь будет пустое. Значит, вот сюда я говорила уже, я пересажу остильбу, которая рядом с лобчаткой сидит. Вот, соответственно, тюльпаны отсюда переедут. Думаю, может быть, что вот эти вот остильбы, может быть, сюда пересажу, чтобы было здесь вот именно остильбное место такое. Так, значит, из того, что такое срочное. Сюда пересадить два пена, которые у нас там в конце дорожки сидят. Пересадить их вот здесь вот. Так, лобчатка переедет на новый участок. Плюс те отростки, которые я вам показывала в первой части видео, которые, не знаю, приживутся или нет, они тоже должны переехать на новый участок. И сейчас покажу вам, куда именно. Также туда должны переехать две сирени. Махровые, розовые и белые. Дальше. Вот эта вся грядка будет переделываться и по форме, и по своему назначению. Соответственно, водосборы будут пересажены. Я вам в первой части показывала, куда. Красная травка, скорее всего, переедет в левую часть участка. То есть, ну, покажу сейчас, куда. Вот, значит, это пока под вопросом, потому что не знаю я, какой формы она будет. Так, там вот слева мы планируем поставить сарай. Соответственно, там нужно разровнять место. Я сейчас покажу поближе. Убрать эту землю. И вместо этой земли вот туда насыпать этот песок. Соответственно, песок отсюда уберется. Клубнику осенью я пересажу. И здесь, ну, как осенью в августе. И здесь разровняю уже под альпийскую горку. Как я вам говорила. Так, последовательно. Значит, вот эту вот, эту оранжевую брунеллу тоже пересажу. Но пока не знаю, может быть, вот на эту угловую грядку. Может быть, в другое место. Потому что она уже разрослась. Ее нужно делить. В общем-то, она здесь ни к чему. Так, и пойдемте. Покажу вам, куда будет перебираться. Так, не знаю, будет ли видно все. В общем, вот здесь вот будет сарай. Поэтому он будет разравниваться здесь. Вместо того же, частично это все делается. Вот. А, видите, у нас, значит, сейчас пытаюсь разглядеть. Так. Вот тут вот ворота. И вот здесь кусочек нашего забора. И вот вдоль соседского забора будет высаживаться. Значит, вот эти вот сирени, лопчатки и кусты всякие декоративные. Практически вот сюда до сливы. Вот. А здесь мы еще посадим яблую грушу. Там хотим купить новые. Вот. Пока что вот так вот. Так. Это то, что касательно таких вот глобальных планов на лето. Ну, как основной план, вы поняли, да? Это дорожка. Это вот прям вот первоначальное самое главное. Ну, естественно, если дойдет вообще до этого дела, то будет обшит дом и покрашен. Ну, это как бы такая запасной план. Так. И еще я хотела вам сказать, что... Если кому нужны какие-то отростки, вы, например, ну, где-то живете в Москве и у вас есть участок где-то рядом со мной и вам нужны какие-то отростки, смело говорите, потому что у меня очень много чего размножилось. У нас тот же, например, та же аквилегия или вот эти вот зимние ирисы. Вот этот весь куст я буду, скорее всего, убирать, потому что он уже... у нас уже есть один большой куст. И этот мне, в общем-то, не нужен как таковой. Поэтому, если нужна аквилегия, вот ирисы... Эм... 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 Эта самая... Господи... Та-та-та-та-та-та-та... Как она называется, да? Так, забыла слово гортензия. В общем, если нужны какие-то отростки, что-то вам понравилось, пишите в комментариях, спрашивайте, есть ли и могу ли поделиться. Вот. И еще хотела сказать, что, в общем-то, что хотела сказать, что у нас очень в большом количестве на участке растет, значит, мята душистая, щавель, зверобой и вот рядом с участком очень много чистотела. Если вам все это нужно в свежем виде, там, для запасов, для сушки, для чего-то вы это используете, то смело пишите, кто вот, кто из Москвы или у вас рядом с Москвой дом или там вы... Ну, короче, где-то рядом со мной комары. Ну, вот, в общем, если вы где-то рядом со мной обитаете, живете в Москве или у вас участок где-то рядом со мной, или, в общем, если вы где-то рядом, то смело пишите в комментариях, если вам все это нужно. У нас просто в очень большом количестве это все произрастает, и просто, ну, жалко выбрасывать. Многие у нас берут, так что не стесняйтесь, совершенно бесплатно пишите, если нужно. Это ее попа, а голова у нее там, внизу. Вот, вот она, шепельца. Не реагирует. Ну, она спит, что ли? Ну, она спит, что ли? Ей больно, наверное, полагать проволокой. Я ее вытащила оттуда, она вроде живая. Вот она. В землю спряталась. Там холодненько, прохладненько. Я ее брату туда положила, она не возражает. Закрыла. Так, друзья, забыла вам снять. Смотрите, вчера поймали медведку. Она уже здесь дохлая. Все-таки феноксин делает свою работу. Самое лучшее средство против медведки. Вылезла на поверхность земли, подышать. И мы ее схватили. Такая жирненькая. Вот так вот. Так что, кто не видел никогда медведку, вот узрите. Вот такая она страшная. Подписывайтесь на мой канал. Хорошо.